Сегодня мы находимся в музее Кавашевской волости. Рядом со мной научный сотрудник этого музея Артем Вячеславович Венгерцев. И он же куратор небольшой, но очень интересной выставки, посвященной Копорской железной дороге и ее истории. Почему мы сюда приехали? Дело в том, что некоторое время назад среди нас возникла дискуссия. Мол, где любительское железнодорожное движение, ох уж как безнадежно стареет. Мы познакомились с Артемом и выяснили, что это очень молодой человек, полный сил. Мы приехали сюда, чтобы разобраться и убедиться в том, что мы в корне не согласны с мнением о том, что вот это движение стареет. Поэтому сегодня мы познакомимся с экспозицией музея, с историей Копорской железной дороги. А главное, с замечательным молодым человеком, который опровергает вот эту критику старых олдфагов. Ну что же, двинемся в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что же, рассказывайте, Артем. Ну, вот, собственно, мы на станции Калища, да, конечная станция для пассажиров, которые из Балтийского вокзала приезжают к нам. Станция старая, собственно, как и дорога вообще сама. Вот. Начиналась она тут, собственно, у неё выделяю я лично несколько дат начинания. Это дата появления общества Копорской железной дороги. Потому что эта дорога, она изначально предполагалась как частная, то есть она была не казённая. Вот. И дата появления общества – это 12 июля 1913 года. То есть, если мы отчитываем с датой появления общества, то дороге уже больше ста лет. Вот. И, собственно, вторая дата её появления – это начало строительства. Это 2 мая 1915 года. То есть она в войну, получается, была построена? Да, вот в этом-то и большая была проблема в том, что когда в 1913 году утвердили устав общества по проекту, строительство дороги должно было закончиться через три с половиной года, около четырёх. Вот так вот. И как бы датой начала движения был октябрь 1917 года. Но, собственно, не случилось открытия. Не только поэтому. Проблемы начались ещё с начала постройки. Её долго не могли начать построить. Как раз таки из-за того, что случился 1914 год, Первая мировая. Начались проблемы с материалами, с рабочими. Вот. И поэтому постоянно всё откладывалось, откладывалось, откладывалось. Вот. И только вот 2 мая 1915 года её начали строить. Они тогда прекрасно понимали, что строительство не уместится в положенном время. Но по уставу и по закону им не положено было просто вот оттягивать просто так период строительства. Им нужны были какие-то веские причины. Для этого они сначала придумали сказать министерству путей сообщения, а давайте-ка мы её продлим не до Веймарна, а до Струги Белые. О как! Это вот в Псковской области. Вот. Ну, им сказали, что вроде бы как давайте, продлевайте, мы тогда вам уступим пару лет ещё. Но потом они поняли, что им этого мало. И они сказали, давайте-ка мы её продлим вообще до Нарвы. Им ещё отступили пару лет. Но в итоге, собственно, и этого не случилось. В итоге дорога в двадцать... Ну, революционные события. Там одного арестовали, того поставили нового, там комиссары и так далее. В двадцатом году у нас появляется приказ уже общесоветский о том, что у нас приостанавливается строительство нескольких дорог, в том числе нашей. В двадцатом году они, постройку её остановили. На тот период она уже... Ну, уже была насыпь. Уже какие-то работы были проделаны. Вроде бы как на период 1918 года было выполнено около сорока процентов работ. В том числе были построены станции Калища, Копорья, Котлы и вроде как ещё Вейман. А вот забегая назад, как правило, получалось как? Если государство очень интересно, оно так или иначе вкладывается, педалирует. Здесь я слышу о том, что возникает частное общество. Значит, не очень интересно сюда было везти дорогу? Вообще она сюда была нужна? Да, думаю, да. Есть замечательные два документа. Это экономическое обоснование к постройке дороги. Одно 1912 года, другое 1913 года. Одними из основных причин это был в первую очередь лес. Потому что тут был, ну и до сих пор, в принципе, очень богатый лес. Дрова тогда стоили дорого. Тут у нас Араненбаум, курорты, дачи. То есть можно на топливе подняться неплохо. Да, да, да. Вот, это была одна из причин. Следующая причина была, это то, что тут были некоторые предприятия, которые нуждались в дополнительных путях снабжения и вывоза продукции. Например, вот Калища. Там у нас были Калищинские стекольные заводы. Собственно, они тоже отчасти лоббировали вот это вот. А что делали? Посуду для водки, шкалики? Нет, они... Там было два корпуса. Один был стекольный, другой был зеркальный. Вот. Ну, собственно, где можно сейчас встретить продукцию тех стекольных заводов? Ну, в Елисеевских магазинах. Вот эти витражи. Вот. Это как бы наши. А почему здесь какой-то песок хороший? Нет, самое, что интересно, тут дюны. Вот тут дюны были, да, вот. И... Ну, песок у нас тут очень богатый, потому что тут прибрежная зона. Вот. Но песок был привозной из боровичей. Во как. Да. Вот. То есть, несмотря на то, что у нас тут и песок, и стекольные заводы, но он был привозной. Вот. Как и очень многие материалы. И привозили их в основной массе через пирс, и там по узкоколейке на заводы. Но, собственно, когда появилась такая вот инициатива построить дорогу, они были, собственно, не против. Еще одним из основателей общества был тогдашний граф, не граф, честно, не хочу врать, какой у него был статус и титул. Серьезный дядь. Гражданин Зиновьев. И у него было имение в Копорьях, усадьба Гревова. Ему эта дорога, грубо говоря, повышала стоимость его имения. О, как. Вот. Это то, что осталось за кадром. То есть, риэлторы уже тогда мыслили, да? Да. Сейчас дорогу построим. Ветку метро проведем, да, и сразу недвижимость ухаем по дороже. Понятно. Да, да. Тут же поднимется. Ну, и вообще, тут как бы еще военные цели были. Вот. Потому что, собственно, уже была построена военная ижорская дорога. Которая вот тогда она шла от спасательной станции у Раненбаума и до Красной горки. До Красной горки. Вот. Ижорская военная дорога, она тогда уже была. И, собственно, наша дорога была бы, в принципе, логическим продолжением. Вот. Ну, и, собственно, после того... Ну, первый поезд, это у нас январь 26-27 года. Пошел первый поезд после возобновления строительства. Там немного скорректировали путь в некоторых местах. Вот. И в 27-26 году опустили первый паровоз. И, собственно, с вот этого периода начался уже такой полноценный этап работы вот этой нашей дороги. Артем, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Ну, я думаю, что, в принципе, можно все уместить в пару слов. Ну, в целом-то что, я просто как бы историк, краевед и историк-любитель. Я сразу сделаю оговорку. У меня нет профессионального образования. Я занимаюсь этим чисто вот на инициативе собственной. Но, тем не менее, мне это не мешает делать какие-то открытия, заниматься изучением материалов. Работать даже в архивах. Пока только в электронных, правда. Но это тоже такая важная часть работы. Помимо вот изучения истории определенных вот каких-то вот объектов, да, вот, например, там, железные дороги, стекольные заводы, да, и вот в целом, в принципе, краеведения, я занимаюсь курированием Сновоборского краеведческого сообщества. Оно появилось не так давно, и, собственно, пока про него, ну, мало кто знает, да, но это, собственно, связано с тем, что помимо краеведческого сообщества у нас присутствует музей Кавашевской волости, и поэтому они так немного перемешиваются. Но я выделяю его тем, что основная работа, которую я курирую, это какие-то историко-социальные вопросы больше, да, то есть там какие-то вопросы по сохранению культурного наследия, да, или вот когда к нам приезжают какие-то гости, например, да, они, как правило, стараются обращаться к краеведческому сообществу, потому что оно охватывает музеи, то есть как бы от нас можно переориентироваться на остальные музеи, которые у нас присутствуют. Вот. Ну, то есть, как-то вот вкратце, ну, вот историк, любитель краевед и куратор Солборского краеведческого сообщества. И здесь не лишним будет упомянуть тот факт, что Артем является, я бы сказал, нашим ярым подписчиком нашего YouTube-канала, других социальных сетей, и именно он сам вышел на нас с предложением познакомить со своей работой, со своим вот этим прекрасным музеем, со своими наработками. Ну, а мы с удовольствием откликнулись и очень благодарны, что Артем вот нам свою руку помощи в деле изучения истории железных дорог протянул. Все верно я говорю? Конечно. Ну, то есть, да, я вышел на вас, и вам тоже большое спасибо за то, что вы согласились прийти, то есть я думал, что как-то я уйду в сторону. Ну, и, конечно, стандартный вопрос, мы задаем его всем. А откуда в твою жизнь пришло увлечение железной дорогой? Мое увлечение железной дорогой, оно произошло чисто случайно, то есть я в прямом смысле слова натолкнулся на это. Это такая целая определенная история, которая для меня важна. Это одним прекрасным осенним днем, когда листвы уже не было, и кусты тоже были без листвы. Я шел в одном из старых районов нашего города и увидел старую стену, подпорную, и ее подпирал, такой, подпирал ее остаток рельса. Вот. И мне просто стало интересно, что это за рельс, откуда он, и что он вообще тут делает, почему он подпирает эту стену, где он раньше мог быть. И чтобы ответить самому себе на все эти вопросы, я просто начал искать информацию. И все получилось таким вот комом, одно за вторым, и вот я оказался вот тут. В каком году это было? Это был 2019 год. До этого ты не увлекался железной дорогой от слова совсем? Нет, я, конечно, увлекался. Я мне просто как бы, ну я увлекался на уровне, я люблю поезда. То есть так же, как среднестатистический гражданин видит поезд, он большой, он ему нравится, и все на этом все, в принципе, кончается. Вот, то есть дальше этого особо никуда не заходило. Ну, собственно, мы дошли до депо у станции Калища. Это вот теперь тут частные организации, занимаются ремонтом тепловозов, грузовыми перевозками, вот до котельни Сосновоборской, вот, до атомной станции. Вот, но раньше этим всем занималась организация Северное управление строительства, это основная строительная организация, которая строила наш город. Вот, и в 65-м году при этой организации появилось управление железнодорожного транспорта. Ну, как бы, оно появилось, потому что его, ну, по факту его перевели из воинской части, вот, с военного направления, вот, в организацию. Оно начало заниматься основными грузовыми перевозками, вот, снабжением нашего города, предприятий нашего города. Вот, то есть, когда уже потом в 90-е все, ну, так, призбавило темп, это все потом уже ДТ, вот, это вот управление железнодорожного транспорта упразднили, и оно все перешло в частные руки. Ну, а само депо, в принципе, оно интересно тем, как оно строилось, да, то есть, например, вот то, где мы стоим, это насыпное все, да, то есть, вот, 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 справа от нас, если мы смотрим, да, там болото, тут было точно такое же болото. То есть, могли и провалиться там. Да, и интересны рассказы тех, кто видел вот это все строительство, когда они говорят, что тут грузовики с песком приезжали, и они тут их разгружали и вязли потом. И тут остались, да, 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 их потом таскали тепловозиками, потом потихоньку, вот, с подвездных, с путей каких-то. И из-за того, что оно такое на насыпи, тут довольно сильные, но при этом вот невооруженным глазом незаметные уклоны. Вот, и тоже вот очень интересная история от ветеранов, которые говорят, что, ну, летали вагоны у нас тут, как на сортировочных горках, ну, орали на станции, что мы тут что-то им устроили, горки-карусели. Вот, то есть, такие вот интересные моменты, то есть, первые тепловозы у них, которые были, ТГМ-3Б, надеюсь, я не ошибся, вот, это были первые их тепловозы, до этого они арендовали их на станции Бронко. Вот, были как-то, вот, не у них, но тех организаций, которые обслуживали, вот, в частности, вот, там дальше есть асфальтобетонный завод, и даже на Лаэсе у них были остатки паровозов, поначалу еще, но они их использовали как котлы для продувки пары. Понятно, а вообще депо когда построили? Ну, эта очередь, это, по-моему, 71-й год, вот, то есть, поначалу они сидели в других зданиях на территории города, но, по-моему, вот, 71-й год они построили им тут депо, да, проложили пути, вот, но и, как бы, да, вот, оно до сих пор осталось, до сих пор работают, не в таких темпах, но, тем не менее, вот, они вот оставили все вот это вот свое изначальное, вот, такой вот еще один памятник истории нашей дороги. А как тебе пришла в голову идея создания авторской выставки? Это началось все вот еще с момента какого-то поиска информации, я наткнулся на музей Кавашевской области, когда, тоже вот в 2019 году, когда он еще не был в физическом обличье, он был только в интернет-пространстве, была страничка ВКонтакте, и она на нее случайно набрел, тоже в процессе поиска связался с создателями, и как-то вот вопрос за вопросом, я стал более с ними знаком лично, и когда речь зашла о том, что музей Кавашевской области появится в помещении, то есть это будет полноценный музей, то я тут же начал думать о том, что я могу привнести в этот музей. Ближе уже, наверное, к 2021 году, это был период коронавирусных ограничений, я, собственно, кроме Соснового Бора никуда не выезжал, и обхаживал тут каждый угол, каждый камень, и, соответственно, меня тянуло на станцию, вот, я начинал общаться с железнодорожниками, всеми, в принципе, на нашем участке, вот, и начал подмечать, что наши вот сооружения, вокзал, какие-то депо и тому подобное, они все были полны тогда еще каких-то старых вещей. Как ты думаешь, все-таки, что было первично, вот, увлечение историей родного края или увлечение железной дорогой? Железной дорогой, только железной дорогой, потому что к краю я пришел уже потом, как последующее все остальное, то есть, как бы, я начал с дороги, и постепенно, вот, через музей я узнал, что наша история намного богаче, и вот, начал вот так вот интересоваться. Ну, и ты пришел именно в Краеведческий музей, а почему было не поискать железнодорожный музей или что-то с этим связанное? Я, ну, я искал железнодорожный музей, ну, естественно, это музей Петербурга, но это прекрасный музей, но они богаты экспонатами, и мне там было очень сложно как-то вот поговорить с кем-то, то есть, условно, как-то вот добыть ту информацию, которая нужна исключительно мне, какая-то вот такая специфическая, вот, и я решил просто никого не мучить и, как бы, обратиться к тем, кто ближе вот к нашей дороге, вот, потому что, ну, я прекрасно понимал, что она такая слегка отдаленная, и многие даже не знают про то, что она есть, и как-то вот спрашивать впустую не хотелось, поэтому я, как бы, подумал, что лучше спросить у тех, кто территориально даже ближе к ней. Оказалось, упешно. Оказалось, краеведы лучше железнодорожника. В нашем крае сначала была узкоколейная дорога. О, как? То есть, широкая корея появилась у нас позже, вот, я говорю именно про Сосновый Бор, Калище, вот это вот место. То есть, сначала у нас была узкоколейка, которая принадлежала стекольным заводам Северного стекольного общества. Это была дорога такая, у нее очень интересное название, я думаю, многие в курсе, это Диковилька. То есть, когда я просматривал документы, мне попался документ, это уже был 28-й год, про закрытие стекольных заводов, и там было четко обозначено, что рыбколхоз, по-моему, в котлах, но я сейчас могу ошибаться, то есть, вот в той местности, захотел выкупить рельсы Диковильной дороги в нашей. И вот в этом вот документе я уцепился за слово Диковильное, решил посмотреть, что это, оказалось, что это такое, что-то вот такое интересное, специфическое. И, собственно, поэтому я начинаю говорить о малой дороге в нашем крае, скажем так, которая шла вот от пирса в Сосновом Бору. Она повторяла улицу Соколова нынешнюю, улицу Комсомольскую нынешнюю, то есть, эти улицы как бы построены практически по ее трассе. Да, да. Вот. На одном из участков улицы Соколова это нас, наверное, осталось. И выходила она потом, там, где в Сосновом Бору стоит баня, она там делала крутой поворот и выходила на как раз-таки заводской поселок, куда она там расходилась разными своими частями. И начинаю я с вот этого, и в первую очередь показываю ту такую маленькую коллекцию вот этих вот узкоколейных костылей, которые у меня есть, которые я набрал. И самое главное в этой коллекции, это не просто вот что демонстрация, вот были такие узкоколейные гвозди, костыли, а то, что это именно наши. Ну, как потом выяснилось, они все костыли из этих, оказывается, узкоколейные. Да, и дальше, собственно, я начинаю говорить все о нашей обычной колее, которая начинала строиться таким, ну, как, насколько я вывел из данных, она строилась так называемым пионерским методом. Это, собственно, сначала строилась маленькая дорога, и как бы параллельно потом вот так вот потихоньку достраивалась уже обычная. Это, ну, это мои догадки, но догадки основаны на документе 25-го года, где написано, что в связи с продолжением строительства после вот этого перерыва за 20-го года, они возобновляют ее строительство и перекладку на широкую колею. Но, как бы, изначально по уставным документам она не могла строиться узкоколейной, потому что в уставных документах четко обозначена широкая колея. Вот, то есть ее не могли вдруг резко вот так вот раз и построить, начать узкоколейной, вот с ничего. Поэтому, судя по всему, по моим догадкам, вот эта вот фраза переустройства на широкую колею подразумевает просто продолжение ее строительства вот этим вот пионерским способом. Кроме чисто железнодорожных музеев, из каких еще источников ты черпал и продолжаешь черпать информацию? Ну, вообще, если мы говорим про музеи, да, то это, безусловно, наши вот какие-то местные, кривейческие маленькие музеи, да, и в которых порой действительно находится информация, то есть они не обязательно специализируются на этом, но там порой вот бывает информация. Я перебью микровопросом, а их много, этих музеев? Ты говоришь не об одном сейчас. Да, не об одном. Ну, собственно, наша железная дорога, она как бы не только станция Калища, это у нас, начиная с Лебяжья и заканчивая Швеймар, ну, то есть это Копорье, Котлы, Кумалова и так далее. И в каждом из вот этих вот населенных пунктов есть что-то типа музей. Не обязательно про него все знают, не обязательно он большой, это может быть там чей-то домик, условно. Но, тем не менее, такие музеи присутствуют, и они тоже, как правило, частные, то есть у нас в Ленинградской области большая ассоциация частных музеев. И приходя в такие музеи, там порой появляется информация, конечно, не всегда она очень объемная, но это порой ценная информация тем, что это, опять же, это Краевейческий музей, и каждый из музеев территориально говорит о своей части. То есть, допустим, мне нужно узнать, было про станцию Калища, я пошел в музей, в Сосновый Бор. Мне надо было, допустим, узнать про Лебяжинскую часть, я пошел в Лебяжье. Мне нужно будет узнать про Веймарн, я пойду на Веймарн или в Кингисепп. Но если мы говорим вообще об информации, откуда я ее беру, это прежде всего архивы, в связи с тем, что я не всегда могу посещать Петербург, это я пока стараюсь штудировать электронные архивы, которых очень-очень много. Газеты стараюсь, пока в Сосновом Бору чаще бывают, то искать ветеранов, железнодорожников наших, как-то с ними общаться, записывать их воспоминания. Потому что это не архивы, но это тоже очень важная часть. И там порой встречается то, чего нет в архивах даже. То есть за какой-то более живой информацией я пока бегаю, пока не могу работать чисто по архивам. Потом, конечно, когда у меня вот это все потихоньку кончится, уже начнутся ЦГА, ЦГИ, ЦГА и ПД и так далее. Все вот эти архивы. Ну, собственно, вот мы и добрались до водокачки, официально известной как бывшая насосная номер 4 станции Корища. Сейчас, конечно, из того, что можно видеть, это здание представляет из себя не лучшую картину. Но, тем не менее, это объект культурного наследия, выявленный, внесенный во все списки. И сейчас вроде бы как за ним надо ухаживать, но с каждым днем она все хуже и хуже. Но, тем не менее, конечно, это печально для граждан города, для историков, изучающих нашу местность, потому что эта водокачка, она играла огромную роль. То есть, прежде всего, да, она относилась к станции Корища, к железной дороге. Некоторые считают, что она относилась еще к стекольным заводам, до железной дороги. Но лично для меня истина то, что она была к стекольным заводам. Но это лично моя истина, ничем не подкрепленная. И те, кто говорят, что это к железной дороге, они это подкрепляют только документами конца 80-х годов. А для чего она строилась изначально, ну, мы пока не знаем. То есть, мы пытаемся выяснить, но пока не знаем. То есть, это загадка истории. Загадка такая, да. Ну, думаю, в скором времени она будет развеяна, стоит только съездить в архивы. А почему именно вот здесь она располагалась? Речка там, да, насколько я понимаю? Да, река Каваш. И она набирала, получается, оттуда воду и подавала трубами ее до водонапорной башни, которая стояла на дюнах около вокзала. Это, наверное, один из нескольких последних сохранившихся объектов дореволюционной постройки в нашем городе. К сожалению, он повторяет судьбу всех оставшихся. Ну, я вижу, вот там кладка уже все пошла. Да, кладка пошла, бетонные опоры тоже со стороны реки тоже. То есть, вообще, довольно опасно. Вот, но не все, собственно, так плохо. И даже вот в этом можно найти какие-то положительные стороны. Например, когда из нее вываливаются кирпичики. На кирпичиках можно увидеть надписи, например. Да, 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 СКО, там, СССР. А вот интересно, вот там валяется. Может быть, действительно, какой-то клеймом сейчас найдем. Да, да, скорее всего, потому что их тут очень много. То есть, вот, ну, хоть какой-то плюс. Ну, давай посмотрим. Ну, можно посмотреть. А скажи, пожалуйста, здесь более старшие друзья и наставники? Или у тебя есть единомышленники среди ребят твоего возраста? Ну, конечно, мои наставники – это люди старше меня. И все, с кем я, в принципе, мне удавалось общаться на эту тему, они старше меня. У моего возраста, ну, я думаю, у нас есть инициативная группа в Лебяжье, да, но я с ними особо не контактировал, конечно. Может быть, и надо, я, в принципе, и за, но у меня пока до этого не доходил. Но больше всего радует, что, проводя детские программы на какие-то выставки или когда ко мне, или когда вот в музей приходили дети, когда была выставка и все, вот это вот, все вот оно вот на стене висит. Вот, приходили в том числе дети и на программы, и все, и очень было таким положительной такой оценкой видеть, что детям, вот, которые младше меня даже, им было вот интересно про все это узнать. То есть не обязательно, вот, чтобы это были какие-то люди старшего возраста. Они, конечно, это здорово, они много знают, но точно так же, как бы, пока я варюсь во всей вот в этой вот в каше, пока вот вот эта вот вся энергетика присутствует, ее нужно в главную очередь стараться передавать младшему поколению. И очень радовалось, что были те дети, которым это было действительно интересно. Вот в связи с этим, а вот среди своих сверстников ты себя вот этой белой вороной не ощущаешь? Ну, на самом деле, я живу теми принципами, что друзей должно быть очень-очень мало, но они должны быть очень-очень хорошие, вот, и поэтому мои друзья, которым я таковыми считаю, они меня в этом поддерживают. Они не обязательно в этом специалисты, да, они могут в этом вообще ничего не понимать и начинать спать от того, что я что-то рассказываю про все это, вот. Вот, но главное, что они меня поддерживают, мне этого, в принципе, достаточно, то есть я не чувствую себя каким-то изгоем, то есть мне дали понять, ты молодец, все, мне этого достаточно. Был ли какой-нибудь пример, когда вот именно твои друзья чем-то помогли тебе в изучении, может, какой-то предмет принесли, что-то еще? Так как мои друзья живут в Петербурге, они особо с нашей дорогой не связаны, но они мне очень помогают, как раз-таки именно тем, что они меня поддерживают, они посещали со мной музей, вот, то есть, конечно, я их посещал один и по нескольку раз, но это было довольно печальное зрелище, вот. И поэтому, когда я их звал, они соглашались, они приходили на мою выставку, и мне это было вот как бальзам на душу, все прекрасно, мне большего не надо, то есть, этим они мне помогли. Скажи, пожалуйста, а вот будущее свое профессиональное, ты как представляешь, вот, в ближней перспективе, в долгосрочной? Ну, я пытался связать свою профессиональную жизнь с изучением истории, но очень-очень быстро понял, что это просто убьет весь мой интерес к истории, то есть, есть такие люди, которым удобно смешивать увлечение и работу, и, ну, и это прекрасно, но у меня так не получилось. И поэтому я изучение истории оставил как свое влечение, что-то вот душевное такое, вот, свободное время, вот, а свою профессиональную деятельность я связываю с совсем другой сферой. Наверное, это и правильно. Лучший способ убить свое хобби – это превратить его в работу. Да, ну, для меня лично так. Гарантирую и знаю, терпеть не могу железную дорогу. Я, насколько понял, ведь все экспонаты, посетители, и в том числе юные посетители, они могут у тебя здесь потрогать? Конечно, могут потрогать, да, то есть, вот в этом главное преимущество такого частного свободного музея, то, что мы придерживаемся наших правил, но мы вроде бы как свободны от всех остальных. То есть, мы, и это на самом деле правильно, я думаю, так должны поступать не только вот частные какие-то свободные музеи, я думаю, так должны поступать многие музеи, этого многим музеям не хватает. А того, что предметы, они не должны быть просто, чтобы их видеть, да, потому что просто увидев вот этот предмет, очень сложно вообще понять, вот, ну, как им пользоваться, каково это было им пользоваться. А вот, например, вот эта вот кувалда, да, вот, ну вот, вот так вот посмотришь, это вот просто кувалда. Ну, непросто. Да, а вот уже подняв ее, подняв и попытавшись еще ей замахнуться, а еще когда я расскажу вам, что вот этими кувалдами вставали по несколько человек и работали синхронно, должны были попасть по одному гвоздю. Вот, то есть это синхронная такая тонкая работа вот таким тяжелым предметом, это вызывает уважение, это особенно вызывает уважение к периоду истории и к тем людям, которые тогда жили, а в частности к женщинам, которым приходилось работать такими кувалдами, особенно в период 50-х годов, когда после войны процент мужского населения, ну, естественно, упал и работать было, ну, практически некому, вот, и очень многими, вот, и очень многие женщины, порой даже подростки становились путейцами, и им приходилось вот этими вот огромными тяжелыми кувалдами вот так вот синхронно работать, такую тонкую тяжелую работу делать, это просто невообразимо, да. И вот если ты просто посмотришь на этот предмет, ну, кувалд, да, когда ты возьмешь и почувствуешь, что это такое, и каково это было вот этим пользоваться каждый день, это работа была твоя, то это как-то вот вообще очень сложно представить. Ну, вот это небольшое экспресс-интервью, в котором мы поинтересовались тем, что мы хотели узнать о тебе, но, может быть, мы не задали каких-то вопросов, и ты хотел что-то сказать, то, что пока осталось за кадром. Ну, это, наверное, единственный момент, это, собственно, просто хотелось бы даже напомнить и себе в том числе, да, что Копорская железная дорога с Кривизием, это не единственное мое увлечение, такой вот объект изучения, потому что еще одним объектом моего изучения, такого вот очень пристального увлечения, это железная дорога в Петербурге одна есть, это Путиловская или Портовая, редко ее называют, Первое Полукольцо, Северное Полукольцо ее называют, то есть это вот примерно, ну вот от Броневой, да, и до Волковской. Вот этот вот участок, я нашел его для себя очень интересным и малоизученным, поэтому для меня это параллельно тоже вот тоже такой вот один из нарастающих пунктов таких, вот, то есть я, в принципе, открыт к новым объектам изучения. Вот всегда очень приятно, когда удается пообщаться с подписчиками нашего канала не только в виртуальном пространстве, но и лично. Это уже, по-моему, не первая встреча, и спасибо тебе, Артем, ты провел нам сегодня великолепную экскурсию, как в интерьере здесь, так и на пленэре, когда мы месили вот этот снег, незабываемо, ноги до сих пор мокрые, но и впечатлений очень много. Я хочу пожелать тебе огромных успехов, и я очень надеюсь, что пример Артема вдохновит других наших подписчиков на общение с нами. Может, у вас тоже есть что-то интересное, а может быть, вы будете общаться между собой, вне нас, и тогда наша задача тоже будет решена. Ну, на этом, наверное, все сегодня.